Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Уважаемые участники митинга, забайкальцы, земляки, ровно год назад мы вместе с вами на этой площади праздновали радостные события присоединения Крыма и Севастополя к России. Это народное волеизъявление свершилось благодаря твердости и решительной политике в первую очередь нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это его стараниями и при помощи наших вооруженных сил, которые буквально в последние годы возродились до настоящего боевой готовности, сумели провести эту операцию практически без крови объединиться. В Чите в честь годовщины вхождения Крыма в состав России прошел праздничный митинг, который собрал большое количество забайкальцев. Для присутствующих выступили творческие коллективы Забайкальского края. Приветственные слова сказали и те, кто в той или иной мере принимал участие во взаимодействии Крыма и нашего региона. Среди участников митинга были первые лица края, которые также пришли поздравить всех присутствующих с этим знаменательным для России днем. Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский вспомнил прошлогодний референдум в Крыму и назвал события, происходившие там до марта 2014 года, недоразумением. То послание президента, в котором мне довелось честь принимать участие, когда было подписано соглашение о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Вот тот подъем, тот энтузиазм, который царил тогда, вот такая вот искренняя и неподдельность радость людей, вот никакими словами, наверное, не передать. Четинец Тагира Глямов с упоением рассказал о том, что часть его жизни связана с Севастополем. И сейчас, как никогда, он рад за то, что может снова назвать этот город российским. Первый раз я в Севастополе был еще будущим курсантом высшего военно-морского училища, мистер Геймерович, в 1969 году. Из Кронстата мы туда пришли. Это, конечно, героический город. А второй раз в 1981 году из Севастополя мы уходили по кругу Европы тоже. Дальний штурмский поход. И мы в Краснодар пришли. Мы в Сапун-Горе были. Я рад, что наконец-то Крым стал вместе с Россией, что люди все поддерживали. Именно было это добровольное волеизлияние народа, крымчан и севастопольцев. И мы одна в однажды пройдем к процветанию. Плакаты, с которыми вышли забайкальцы в этот день на площадь Ленина, говорят о том, что все они поддерживают крымчан и президента России Владимира Путина. И Крым для них всегда был городом России. Люди пришли с хорошим настроением, потому что, действительно, кто бы как ни интерпретировал сегодня вот восстановление Крыма с Россией, это большое дело. Понимаете? Сейчас пытаются все как-то перевести. Это то, что вот какие-то проблемы внутренние. Геннадий Леонидович выразил благодарность всем присутствующим на митинге и поздравил всех с праздником. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забанфору. Да здравствует великая Россия! Севастополь, Крым, Россия! Спасибо! Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует...